Учредительное заседание нового избранного парламента состоялось и показало главное. Единства у наших избранников нет и в помине. Кто-то был готов создать фракцию, а кто-то вообще не явился. Кто-то устроил фольговый перформанс, а кто-то стал участником скандала с рукоприкладством. Словом, избиратели могли в полной мере насладиться работой их избранников. В сухом остатке депутаты сделали немного. Выслушали выступления президента страны, председателя Конституционного суда и создали три фракции. Словом, никаких неожиданностей. А, чуть не забыла. Шоровцы сделали два взаимозаключающих заявления. Сказали, что они уходят в оппозицию, но при этом хотят, чтобы должность спикера досталась их лидеру. Вот теперь все. Все это необходимо проанализировать и спрогнозировать развитие ситуации. Вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте. И сегодня у меня в гостях Сергей Мишин, советник президента, Роман Михаеш, политический комментатор. И оба они являются юристами, что немаловажно для нашей сегодняшней беседы. Здравствуйте. Добрый вечер. Выразить свое мнение можете и вы. Для этого необходимо набрать один из предложенных номеров телефона. Звонок по Молдове бесплатный. Итак, давайте первонаперво ваши комментарии относительно этого учредительного заседания. Я вот охарактеризовала его так вот, без особых неожиданностей. Почему? Была напряженная ситуация. Это чувствовалось, например, в блоках он какой-то митинг провел там. Они попытались накаливать обстановку накануне этого заседания. Чувствовалось в зале и с трансмиссией, и с всех этих действий, что ситуация сложная. Что никто ни с кем, ни о чем не договорился. Ну, а что мы ожидали. Что никто не знает, как пойдет первое заседание с проблемами, без проблем. Оно прошло без проблем. Участники и даже такие хулиганы политические, я имею в виду, как Настаса и другие, не стали делать каких-то резких движений. Было только одно движение там из партии Шора. Мы видели какой-то там перформанс. Но это уже, это было скорее смешно, чем, скажем так, тяжко. В принципе, закончилось тем, что первое заседание, скажем так, ничем не закончилось, потому что никто ни о чем, ни с кем не договорился. И все участники, все игроки имеют, им нужно время. Они взяли тайм-аут. Президент выступил, он сказал, я жду от вас решения. Но, чтобы было партийным, да, чтобы не было там... Да, мы поговорим, да, подробно. Но, если так коротко, всем нужен был тайм-аут. Все в этом нуждались. И это было видно, что никто не готов сейчас на данном этапе взять инициативу. Спасибо. Господин Мишин. Ну, вы знаете, мне очень жаль было сегодня смотреть на первое заседание парламента. Особенно, когда я видел, что те народные избранники, которые попали в этот парламент, вообще не поняли, куда они, ну, многие из них, да, куда они попали и зачем они пришли. Ребята вообще забыли, что они все-таки являются представителями народа, что им народ дал полномочия управлять от его имени. И вот эти шоу, которые сегодня устраивались в парламенте, ну, по меньшей мере, ну, ребят, вы не в цирк пришли и не в зоопарк. Да и шоу так особо, я бы не сказала. Нет, это, понимаете, это действительно... Всталая девушка отгородила себя этим автомобильным, да, как это правильно называется, отражатель, да, вот это слово. Понимаете, они пришли не в шоу-бизнес, они пришли в парламент, они пришли на государственные должности, они пришли решать проблемы людей. Ну, по крайней мере, так они заявляли в своей избирательной кампании. Но элементарно изучить нормы права хотя бы, да, там, закон о статусе депутата, какие у тебя права и обязанности, регламент парламента, да, что, зачем идет, почему. То есть это относится сейчас не только к партии шоу, и в том числе это к партии АКУМ относится. Ребята, вы уже хотите регистрировать там завтра какие-то законопроекты, а куда вы их регистрируете? Кто их будет распределять элементарно, если нету ни руководства парламента? Полный правовой нихилизм в ВОКУМе, посмотрите. Нет, это вопрос даже не в правовой нигилизм. Да нет, это нигилизм, нигилизм это отвержение, насколько я знаю, а здесь просто незнание закону. Но вы знаете как, незнание закону не освобождает от ответственности. Это чисто юридическая норма, которую знают очень многие, пословица, которая воплощена в жизнь. Чего ожидать от первого заседания? А чего вы хотели ожидать? У нас по закону четко все написано. Первое заседание открывает старейшина, что и было произведено, и дается 10 дней на формирование фракций. То есть это фракции не коалиции, не каких-то. То есть мы не знали даже сегодня, какие фракции будут. И мы до конца и не увидели, какие фракции у нас есть сегодня в парламенте. Мы увидели только три фракции, которые сконструированы. И то, когда задают некоторый вопрос, вы создали фракцию? Кто-то отвечал, да, мы создали фракцию, документы почитайте, мы там в канцелярии оставили. Ребят, ну есть вообще процедура. Вот партия социалистов сегодня вышла и представила свою фракцию, как это положено. По регламенту и по закону. Они просто зачитали протокол заседания, на котором была. Это называется, как положено, да. Когда зачитали протокол заседания фракции, когда показали 35 депутатов пофамильно, кто входит в эту фракцию. Когда объявили, кто председатель фракции, зам председателя фракции, секретарь. Вот это называется формирование, конструирование парламента. А остальные все показывают шоу. Так, еще раз повторяю, вы попали не в шоу-бизнес. Это парламент, это законодательный орган, законодательная веть власти. Если вы пришли туда показывать шоу, лучше пока не поздно сложите те мандаты, которые есть. Я согласен, что фракции могли бы сегодня даже не быть обявлены. Конечно. Имели право. Блок Акум так и поступил. Здесь получается, что в трех партиях определились. Было более-менее просто определиться. Но есть проблема в блоке Акум, потому что там сборная Саганка из двух партий плюс общественники. И их немало там. Уточню у вас, Роман. Многие связывали это с отсутствием Майсанду, лидера ПАС. А вот вы сейчас говорите, что не все так гладко. То есть вы полагаете, что эти фракции не были созданы, потому что у них есть различные варианты, да, для того, чтобы они были представлены в этом парламенте. Либо просто-напросто, ну вот отсутствовало, секунду, я так говорю. Вот нет Майсанду, например, в стране, да, то есть не провели они то самое заседание, нечего им было зачитывать, и потому фракции нет. Ведь такой вариант тоже имеет право. Здесь уже информация проверенная. Между Майсанду и Андреем Астасией есть разногласия. Андрей Астасия, его сторонники считают, что должна быть одна фракция, а блока Акум. Майсанду считает, что должна быть две фракции, но тоже в составе блока Акум. То есть создать две фракции, но создать парламентский альянс, это тоже возможно. Это такие конструкции существуют. Парламентский альянс между партией Майсанду и партией... Господин Микояш, они сами себе противоречат. Но есть еще третья компонента. Там есть так называемые гражданские, в общем, их немало, их аж 8 человек. И каждый из них считает, что он имеет право на слово. И там идет сейчас борьба между Майсанду и Андреем Астасиевым. Куда перейдут эти 8 человек? Потому что, смотри, сегодня в Майсанду 12 напрямую попали в парламент, а Андрея Анастасия 7. А еще 8 человек, если они перейдут туда или сюда, это очень веское слово будет в парламенте. Там один депутат может очень важную роль сыграть. И, насколько я понимаю, Майсанду сделала паузу. Она могла прийти, она могла прийти так же, как пришел Андрей Астасов. Прилететь, вы имеете в виду из Брюсселя. Прилететь или хотя бы послать Папушоя. А Папушоя, это ее первый заместитель, тоже не пришел. Не только Майсанду не пришел, но и первый заместитель ее. Папушоя. Папушоя, да. Окей, Папушоя, я его по передачам знаю, участвовал с ним в нескольких передачах. Я знаю, что у него тоже есть свое, скажем так, критичное иногда мнение насчет партии Анастасы. Но он его публично не высказывает, это другой вопрос. Реально, реально, я считаю, что там все-таки будут две фракции. Хочет это Андрей Анастасов или не хочет, там будут две фракции. И они будут иногда иметь разные мнения по разным вопросам. Так что я считаю, что... А демократы, когда приглашали АКУМ два раза, говорят только АКУМ, 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 они кого имели в виду? Они хотели говорить и формировать коалицию и с господином Анастасом, и с господой Анастасом, или кого-то одного имели в виду? Они пригласили весь блок, но никто не пришел, вы же знаете, что... Я знаю, но вот в принципе, вот они кого хотели включить? Слушай, они, социалисты, демократы пригласили все 26 депутатов, которые есть в составе блока. Это же нормально, доформирование фракции. Вот сейчас, на днях посмотрим, что там произойдет. Если будут две фракции, уже будет совсем другая геометрия в парламенте. Уже будут совсем другие конструкции возможные, понимаете? Так что здесь... Вы понимаете, господин Михаил, конструкции здесь не может быть никаких. Они пришли в парламент не разными фракциями, не разными партиями. Они пришли как блок АКУ. Они шли с единой избирательной кампанией. Они шли с едиными лозунгами. Они сейчас совместно предлагают 8 законопроектов, за которые необходимо голосовать. Это же они делают едино. Делают они это едино, но в то же время. Господин Михаил, я вас не перебивал, поэтому будьте любезны, дайте хоть выговориться. Поэтому, если вы делаете что-то единое, а потом разделяетесь на фракции, тогда есть резонансный вопрос. А как с вами можно договариваться? А о чем с вами можно говорить? Правильно? Потому что вы сегодня, допустим, если вы так кричите, что вы хотите бороться с олигархами, если вы кричите, что вы хотите вывести страну из кризиса, то мы должны это делать вместе, правильно? А не так, что одна нога у вас будет ходить влево, а другая ходить вправо. Поэтому, на мой взгляд, блок АКУ как раз сейчас должен определиться самостоятельно, что он хочет. А из-за того, что в этом блоке из 26 депутатов, только 3 более не менее имеют опыт депутатской работы и опыт политической работы, да? И нет этого у них эго, знаете, вот мы получили мандаты, за нас столько людей проголосовало. Да, действительно, вы получили эти мандаты, да, действительно, за вас проголосовало столько людей. А где ваша ответственность перед этими людьми, которые за вас голосовали? Вот теперь вы, как политики, как получившие мандат депутаты, должны понимать, сколько вас человек, и с кем, и о чем вы должны говорить. И какие цели. Вы дали какие-то обещания избирателям, вы их должны исполнить. Если вы разделяетесь, как вы говорите, на 2 фракции, на 3 фракции, не знаю, или идете одним, вы должны исполнить обязательства. При условии, что вы говорите сейчас, что они разделятся на 2 или на 3 фракции, они не смогут. Да, будут 2 фракции, скорее всего. Нет, они не смогут выполнить ни одного обязательства перед своими избирателями. И мы это должны отчетливо понимать. Окей, вот здесь, извините, очень важная мысль, потому что сегодня я был на другой передаче, не буду говорить с кем из Бока-Окум, но он сказал очень важную мысль. Он говорит, что мы предложим вот эти 8 законопроектов, если парламент за них не проголосует, мы уйдем в оппозицию. И у меня вот такое складывается впечатление, что там люди, которые пришли с этим Бока-Окум, они не понимают, что такое ответственность за то, что руководить страной. Они не понимают, что такое большая политика. У них нет опыта. Большинство из них зеленые в политике. Они того, что добились уже, что стали депутатами, до них это уже большое достижение. И они согласны на то, чтобы лишь бы быть депутатами, получать какие-то, не знаю, там зарплаты и другие привилегии, но они не готовы за то, чтобы реально... Потому что я их спросил, смотрите, вот есть социалисты, есть демокаты, пожалуйста, можете сделать хороцинь с теми и с другими. Нет, они говорят, мы с теми не можем, потому что эти плохие, а те тоже плохие. Нас интересует только одно, без олигархизации. То есть у них какие-то, скажем так, наивные представления о том, как строится политическая власть, как строится государство, как строится большинство, понимаете. И с этой точки зрения, я считаю, что Бока-Окум сам себя ставит в такое положение, что он недоговороспособен, понимаете. Он недоговороспособен просто. Господин Михаеш, а способны им помочь в этом? Вот я, например, задаю сегодня целый день вопрос. Госпожа Санду находится в Брюсселе. Господин Канду, по слухам, тоже находится в Брюсселе. Интересное дело, встретятся ли они там? Будет ли эта встреча под чьим-то патронатом? Может же такое быть. И если это так, то давайте мы предположим, о чем таком могут говорить Канду и Санду, находясь в Брюсселе, и зная о том, что, значит, вероятны встречи с руководством Евросоюза? Вот, господин Мишин, вы рискнете предположить? У вас будут какие-то мысли по этому поводу? У меня только одно предположение, что они будут говорить между собой, как европейский вектор ввести в Конституцию. Только об этом. Ну, это уже, понимаете, это основная мысль. То есть они вот, как европейский вектор поместить в Конституцию, соответственно, чтобы была необратимость, что мы должны двигаться только в Европу и никуда. То есть вы полагаете, что на столь важную тему говорить в городе Кишиневе, они не могли бы, непременно понадобилось для этого полететь в Брюссель. Я вам объясню, почему даже. Да, объясните, пожалуйста. Потому что по поведению блока КУМ, да, как вот зеленых политиков, да, которые попали. Ну и господин Кандус, скажем так, не совсем зрелый политик. Это уже 4 года спикерства, это уже что-то. Нет, но он больше опыт. Министром был и так далее. Он больше опытен. Это уже волк. Это уже волк. Не старый волк, а такой молодой волк. Секунду, секунду. Не обижайте, Марьяна Лупу, волк у них он. Так, пожалуйста, продолжайте. Я бы даже пошел дальше. А есть господин Дьяков, который, извините, по трудению с ними всеми. Да, мы знаем. Он уже с опытом волка. Нет, господин Дьяков у нас хитрый лист молдавской политики. Только давайте закончим на этом с животными. Да, поехали. Поэтому им необходим какой-то более опытный учитель, который их научит, как правильно сесть в Кишиневе и проводить переговоры. Потому что переговоры, этому тоже нужно учиться. И как вести правильно переговоры и договариваться по определенным моментам и пунктам, чтобы они сошлись воедино, для этого тоже это целая наука. Поэтому я думаю, они как раз и поехали поучиться этому. Я благодарю вас за ответ. И только я столь наивна. Хорошо, господин Михайлович, вы сейчас скажете, что вы не будете это подтверждать. Нет, да. А я вот имею право сказать, что я по этому поводу думаю. А думаю, у меня очень простые мысли. Вот как не знаю, проще не бывает. Я вот себе думаю, ну если учесть, что в Кишиневе тема номер один, это формирование правящей коалиции. Ах, отчего бы европейским чиновникам не посадить за стол переговоров господина Канду и госпожу Санду. И не сказать, ну кто же вас объединит? Европа. Давайте вот садитесь, договаривайтесь. И вот это и будет то самое пресловутое европейское вмешательство, к которому мы были свидетелями, когда у нас формировались до этого альянсы за европейскую интеграцию. Нет, здесь есть большой вопрос. А Европа хочет, чтобы объединились демократы с Сокум? Нет, Европа очень хочет, чтобы социалисты пришли к власти и для того, чтобы они стали играть ведущую роль в гадарской полиции. Я вам скажу, что вы зря иренизируете, но по-моему на сегодня Евросоюз, на мой взгляд, далеко не против, чтобы социалисты пришли к власти. Особенно после того, как господин президент был в Мюнхене и предоставил свой план взвешенной политики и сотрудничества и с Востоком, и с Западом, которая тоже по вкусу пришла. И и, под доктриней ИИ. Правильно. Как мы говорили, вот и я уже в этой студии, не только в этой студии говорили про молдавскую позицию. И взвешенные внешние политики, и эта взвешенная внешняя политика пришлась по вкусу, в том числе и Европы. Потому что господин президент на сегодняшний момент не говорит, о доносации договора с Евросоюзом. Он говорит, да, наоборот, нам нужно, может быть, в каких-то моментах пересмотреть этот договор, чтобы это было взаимовыгодное сотрудничество, чтобы над нами не давляла Европа, а чтобы было взаимовыгодно, как две стороны. Нам необходимо, ну это действительно необходимо, и мы это видим, потому что пойти сегодня у сельхозпроизводителей, спросить, как то, что вам открыли за эти два месяца экспорт в Россию, вам хорошо или плохо, они скажут, конечно, хорошо. То есть мы понимаем, что для Молдовы выгодно сотрудничество и с Европой, и с Россией. И поэтому на сегодняшний момент я бы так не утверждал, что Европа жестко или какими-то методами против того, чтобы социалисты пришли к власти. Поняла. Господин Михайлович, тогда дела у демократов плохи. Если прав господин Миша, то получается, что... Вот смотрите, как я интересно отвечу здесь. Насколько я пообщался так с некоторыми европейскими дипломатами, произошла вот такая интересная идея, что считаться очень сложной. И они, Молдову, уже списали с европейского пути, что она уже не имеет вариантов войти в Россию. Через 10-20 лет, возможно, об этом еще будут говорить. А Евросоюз будет через 10-20 лет? Они могут ответить на этот вопрос? Для них сейчас важнее другое. Тоже хороший вопрос. Для них важнее, чтобы здесь была... Особенно, если учесть, как проходит Brexit. Стабильность, чтобы у них не было еще одной проблемы где-нибудь на восточном пространстве, где-нибудь вблизи Евросоюза, чтобы все было тихо, мирно. Кто это обеспечит? Им, конечно, не все равно. Но для них важно, чтобы в составе будущей коалиции была или Демпартия, или Блока УМ. Не обязательно, чтобы они были вместе. Но гарантии для них, для европейцев, что будет сохранен какой-то европейский курс, и чтобы любой коалиции, которая состоялась бы в Кишиневе, были демократы, или если нет демократов, чтобы были окумовцы. Вот так мне объяснили ситуацию. То есть, если не будет демократов вместе с окумовцами, это не будет катастрофа для них. Но главное, чтобы они имели с кем говорить, потому что они не доверяют социалистам, конечно же. Они считают, что социалисты имеют какие-то доверенности с Кремлем. Я понимаю... Две секунды, господи Мишин. Получается, что есть такой сценарий, который называется Москва плюс Берлин, или Евросоюз плюс Россия. Вот говорят об этом эксперты. Вот это будет самый последний вариант, который европейцы примут, хотя им не нравится этот вариант, но они его примут. То есть, если будут социалисты плюс окум, или социалисты плюс демократы, они примут этот вариант. Потому что для них важнее, чтобы была стабильность, чтобы они... Они уже не говорят об интеграции, они говорят совсем о другом. Они хотят, чтобы здесь был мир... А почему вы не думаете, что они и не примут, если будут одни социалисты? Тоже примут этот вариант? Нет, подождите. Если бы взяли 51 мандат, был бы другой разговор. В данном этапе мы имеем то, что имеем. А теперь давайте рассмотрим с вами другой вариант. Вот вы говорите, я общался с некоторыми европейскими чиновниками, и я понимаю... Дипломатами, скажем. Я понимаю их взгляды на ситуацию в Республике Молдова. Теперь у меня простой вопрос. Вы говорите, Европа на нас посмотрит, так или не так. Но мы не знаем, кто в Европе будет завтра. У них тоже выборы сейчас идут, в Европарламент. Там проблема есть. И мы не знаем, это не проблема. Капулисты могут там... Нет, это не проблема. Ну не вешайте вы сразу ярлыки. И давайте мы с вами скажем честно, чтобы наши телезрители это услышали, что выборы в нынешний Европарламент вряд ли будет такой же, как он есть сейчас. И Европарламент будет состоять из тех же депутатов. Потому что те депутаты, которые сегодня пойдут с предвыборными лозунгами, то их конкуренты будут ставить Молдову и Украину, им в укор. Потому что они скажут, вы проводили в Молдове реформы, вы угрохали туда кучу денег, а там украли миллиард, и вы этому способствовали. И это будет первый вариант. Вы с Украины проводили реформы, вы в Украину кучу денег вбухали, а там война и непорядок. И это будут вот этим депутатам и дипломатам, которые от них, ставить в укор. И мы с вами это прекрасно понимаем. И какой расклад будет завтра в Европарламенте, а как раз в Европарламенте может быть расклад совершенно другой, который будет более дружественный к России, а соответственно для них тогда ни Блока КУМ, ни ДПМ не будет в качестве генерального партнера по развитию европейского вектора. По всем этим вопросам, которые я видел, все равно сохранится большинство традиционных партий, то есть социалисты, плюс демократы или Народная популярная партия все равно будет иметь большинство там. Посмотрим. Я бы все-таки не хотела, чтобы мы сейчас немножечко так уходили совсем. Это то, что... Возвращаясь к нашей теме. Возвращаясь к нашей теме, господин Михаил, давайте с АКУМом ответим на важнейший вопрос. Смотрите, завтра они намерены зарегистрировать свои вот эти самые проекты. Я хотела бы понять, вы оба юристы, поясните, пожалуйста, без формирования вот этих руководящих органов парламента, реально ли, чтобы АКУМовцы смогли зарегистрировать свои проекты? Я отвечу очень коротко. Да или нет? Да, есть решение Конституционного суда по вопросу ГИМПу 2009 года. Когда избирали спикера Михаила ГИМПа в тот же день, когда было первое свидание парламента. Вы помните, господин Михаил, не помните? Я помню. Вы помните, да? 3 на 3 было в Конституционном суде. Решили, что да, депутаты имели право избирать спикера парламента, потому что, даже если они сформировали фракции, они сформировали рабочие органы, по-моему, были парламентры. Да, я была тогда депутатом, и я вам скажу еще, господин Михаил, дело в том, что это были выборы спикера. Я помню. А вот мне сейчас важно, кто будет принимать. Держите, а при чем здесь выборы спикера? Причем здесь, вот я хочу спросить. Я сегодня говорю с одним оконсом, с одним депутатом на другой передачи. Я могу объяснять. Смотрите, нету спикера, нету руководящих органов. Он говорит, мы имеем право их регистрировать, но мы подождем, когда будут сформированы все эти руководящие органы, чтобы они были обсуждены в комиссиях, чтобы они прошли. Где они будут отрегистрировать? Можно спросить? Секретарь работает. А где регистрируются законы проекта, господин Михаил? А где? Они в бюро парламента. Слушайте, а бюро парламента передает председателю... Они ссылаются на решение Конституционного суда 2009 года. Вот смотрите, господин Михаил, они ссылаются, и вы это подтверждаете, они ссылаются по поводу выбора председателя парламента. Но там Конституцион решил, что парламент это способен. Вот с чем они собираются. Я не буду их зашать. Мне кажется, что это немножко другое. Причем здесь законодательная инициатива, и причем здесь легистратора по выборам председателя парламента. То, что Конституционный суд решил, а я, извините, вам могу сейчас привести за последние три года много решений Конституционного суда, которые чуть-чуть противоречат и Конституции в том числе, так я вам объясняю. У нас, прежде чем, должен зарегистрирован быть законопроект, он должен прийти к председателю парламента. Председатель парламента должен распределить комитет. Подождите, я вас не перебивал, поэтому дайте мне это говорить. Председатель, чтобы люди понимали, да, не только вы, которые должны, и причем это для тех и новоиспеченных депутатов, которые немножко не знают процедуру, они должны быть распределены комиссиям. Комиссии должны вынести свои авизы, должны авиз дать юридическое бюро парламента, редактура, он должен быть переведен на русский язык. Потом он приходит, он приходит обратно в бюро парламента, бюро парламента решает, можно ли бы его выносить на пленарное заседание или нет. Я объяснил сегодня одному депутату Акумунса, а он говорит так, смотрите, он говорит мне так, я с вами согласен, но мы только их зарегистрируем, чтобы общество не было бы, вы можете их увидеть, но мы подождем, они говорят так, мы подождем, пока будет сформировано рабочие органы парламента, чтобы они прошли законы. Давайте мы только зарегистрировали брак, а мы будем завтра договариваться, хотим мы или не хотим. Это не пиар, это называется посмешище, понимаете? Правильно, да. Это называется посмешище. Хорошо. Все люди пришли туда для шоу, это шоу-бизнес у нас? Для кого-то да. Я считаю, и очень серьезно после сегодняшнего разговора с некоторыми депутатами за кум, что они делают шоу. Да, они делают шоу, потому что они сказали напрямую, мы идем туда только для этих восьми законопроектов, если их не примут, мы уйдем в оппозицию, все это их позиция, понимаете? Хорошо, а почему тогда они официально не выйдут к трибуне и перед своими избирателями не скажут, ребят, вы за нас проголосовали, вам огромное спасибо, но мы сюда пришли для шоу? Тогда пусть они будут граждены. Пусть они будут гражданы. Мы можем сказать. Но они так же не скажут. Вы сейчас утверждаете, что вы с ними говорили, и они сказали, что они пришли для этого. Когда господин Михаеш начинает говорить, я сегодня говорил с одним человеком, я уже начинаю понимать, что это информация. Из Булкакова, извините. И всегда очень важно. Смотрите передачу на другом телевидении. Я же вам говорю, где я был. Да, хорошо. Я приду, вот сразу этим займусь. Но прежде чем все-таки у меня будут возможности взаиматься, я хотела бы, чтобы мы, сейчас вы, юристы, преподали второй юридический урок для фракции партии Шор. Потому что, честно говоря, там я вообще вот ничего не поняла. То есть смотрите. Что там понимать? Ну вот помогайте мне. Может быть, как-то вы найдете какое-то пояснение. Я вообще не поняла. То есть выступила депутат Таубер и сказала, мы уходим в оппозицию. То есть вообще какое-то странное заявление, как будто до сих пор их все страшно просили. Продуктивно. Вот это слово очень важное в этом слове. Факт в том, что оппозиция, то есть до формирования коалиции эти люди уже заранее заявляют, что мы будем в оппозиции. Или они что-то знают. И в оппозиции, секунду, мне очень хотелось бы уточнить у госпожи Таубер в оппозиции к кому? Но она пока не может дать секунду, она пока не может дать ответ на этот вопрос, потому что она не знает, кто власть. И понятное дело, да. То есть она не знает, к кому в оппозиции, но она в оппозиции. И еще, несмотря на то, что они в оппозиции, они хотят должность спикера. А я вам говорю. Вот теперь, вот это вообще, вот это вот все ломают голову. Понимаете? Своей точки зрения, у них ситуация такая, что действительно, действительно, для них самая выгодная ситуация, это прийти в оппозицию. У них 7 депутатов всего лишь, да? И они не играют ни с демократами, ни с социалистами, тем более ни с ОКОМ, с которыми они шторку поставили. Даже шторку поставили. Заметьте, именно к демократам шторку не поставили. А они рядом с ними сидят, нельзя. Ну почему? Наоборот, было бы удобнее шторкой так. Там хоть проход есть, понимаете? Но давайте подумаем по-другому. Ни демократы, ни социалисты, тем более ОКОМ, не хотят, не захотят, скажем так, иметь на данном этапе никаких отношений в создании большинства с партией ШОР. И понятно, почему. Правда? А если демократам не будет хватать тех самых семи депутатов для формирования правящей коалиции, как вы полагаете, и они сделают предложение партии ШОР? Наверное, они не откажутся. Правда, господин Мишин? Сто процентов. Я думаю, просто они даже вот это сделают демонстративно. Они же в оппозиции продуктивно. Они не могут в данный момент никто из больших игроков не заинтересован проводить переговоры с партией ШОР по понятным причинам. Не, по непонятным причинам. Я, например, считаю, что если демократам не будет хватать голосов, они будут проводить переговоры. Тяжело, висят там, понимаете? Я бы вас можно чуть-чуть просто откорректирую. Две большие партии не хотят общаться с партией ШОР? Ни о ком, ни социалисты. А демократам незачем с ними общаться. Потому что, когда нужно будет, они в любом случае будут с ними. Это вы прекрасно понимаете. Это ваша точка зрения. А вот, когда госпожа Таубер, вот, знаете, двойственные стандарты начинаются прямо сейчас. Ну, понимая, зеленые политики, эйфория, мы получили депутатские мандаты, мы крутые. Но, когда она говорит, что мы ушли в продуктивную оппозицию, там у нас есть законопроекты, у них там три законопроекта, в том числе, первый из них о снятии депутатского иммунитета. Это, конечно, они тоже очень правильно предлагают. мы даже знаем, кто кого не имеет в виду при этом. Но мы выдвигаем нашего лидера в качестве председателя парламента. Тогда у меня вопрос к фракции ШОРа. Ну, во-первых, почему не ваш лидер выступал об этом, да? Не, ну, имеют право. Здесь имеют право, господин Мишин. Он не скромный ему было самому, как вот он выйдет и скажет, я ШОР, партия имени меня, теперь еще я же хочу быть и спикером. Может, он как-то скромный. У меня тогда вопрос, да, наклевывается. Вы продуктивная оппозиция, ваш лидер, к примеру, становится председателем парламента, значит, вы оппозиция к нему? У меня только так. Но если он председатель парламента, он... Сюда в другом выглядит, откуда вы знаете? Нет. Там больше секретное голосование, а больше социалисты проголосуются за ШОРа. Вот такой сюрприз. Может быть, или нет? вы знаете, это из области фантастики, я вам сразу это говорю, по поводу 35 голосов, которые точно не будут за ШОРа, а остальных гарантировать не могу. У ШОРа 7 есть плюс 35-42. Близко к успеху. Нет, мы сейчас, конечно, рассматриваем все варианты, но реально, конечно, у ШОРа нет шансов. Ну а зачем они это делали? Вот скажите мне. Это что? Это по принципу, да, я думаю, скажу, или вот как? Нет, это надо засветиться. Понимаете, вот я пришел в парламент, да, вот я первый раз в этом здании. Оно такое красивое, да, вот сделали за счет государственного бюджета, там поставили новые кресла, нам вручили с фотографией от комиссии Центр Избиркома, да, Центр Избиркома, что я являюсь депутатом парламента, и, ну, я же не могу прийти просто и сесть в кресло, понимаете, мне надо что-то заявить. То есть я сначала делаю брифинг, на меня, соответственно, обращают все средства массовой информации и меня крутят целый день по телевизору, а потом я еще выставляю шторку, да, крича, вот, ну, делая вот это шоу. Хотя, вы знаете, вот когда человеку по процедуре, да, парламентской задают вопрос, партия ШОР, вы сформировали свою фракцию, у вас она есть, и вот ответом на это я защищаюсь от блока ОКОМ. Ну, извините, это... Ну, это перформанс, это не перформанс. Нет, извините, господин Михаевич, опять-таки, если брать четко, регламент парламента, есть время для деклараций, а есть время для ответа на вопросы председательствующего. Если вы такие законопослушные, у вас есть хорошие юристы, так будьте добры, если вам председательствующий задает вопрос, вы должны ответить на этот вопрос. Если у вас декларация, пожалуйста, нажмите кнопку и скажите, у меня декларация, я хочу что-то заявить. Сергей, ну вы же знаете, что они, они... Дело в другом, что на данном этапе... Зачем мы превращаем парламент в цирк? Извините, это законодательный орган Республики Молдова. Нам цирка за эти 10 лет, а и всех, которые были, не так, а вот так. Парламенту согласен, но реально в жизни вы понимаете, что будет еще много цирка в этом парламенте. Сколько еще Андрюша Анастасия там цирка будет делать? Это мама дорогая. Может быть Андрюша Анастасия и будет там делать цирк. Пока я видел, сегодня, да, вы пришли на первое заседание. Вы могли хотя бы на первом заседании показать, что вы народные избранники, что вы действительно депутаты, за вас проголосовали люди. Вот мне интересно просто, за них проголосовало 117 тысяч людей. Я не могу прерваться, так все, вы его поговорили. У них сейчас у вас сегодня имеет зуб какой-то. Нет, я на них, мне просто, понимаете, я парламента видел много. Молдавских парламентов. Но вот такого цирка сегодняшнего, вы извините, мне обидно. Мне обидно за то, что вот люди, да, ходили, обещали что-то населению. Люди на них надеялись, люди за них проголосовали, и теперь они сидят у телевизора и видят вот это. Вот это самое большое унижение избирателя, которое они сделали. Ну, господин Мишин, в принципе, сегодняшний день войдет в историю не только из-за этой светоотражающей шторы, но еще и конфликт между господином Сырубой и господином Григорьчуком. Вот сейчас всю вторую половину дня ничего не комментировалось. Буквально каждые пять минут мы знали точную информацию, каковалось на этот момент состояние господина Сырубой. Интересно, кстати, в чем это все закончится. На самом деле, кто там прав, кто виноват. Слушайте, бить депутата любого человека, любого человека, конечно, нельзя. Да, да, это правда. на мотиве каких-то неприязненных политических взглядов это низко, это просто-напросто парень, скажем так, его судьба, скажем так, он и дала шанс, потому что ему дали четыре года условно, по-первыхому. А он не понял этого и пошел на повторное преступление. Роман, я призвала бы сейчас не давать никаких оценок до тех пор, пока не будет выяснено. Мне кажется, что запросили видео. Что мы еще будем обсуждать? Он же ударил человека, просто он сам об этом написал. Мы же сейчас не делаем. Секундочку. Давайте вот кавык, как юрист, должны точно знать разницу. Ударил, это возможно дал удар, а вот он сказал, что он дал пощечину. Это первое. А второе, насколько я понимаю, что запросили видео с места этого инцидента, где, в принципе, можно будет сесть детально, посмотреть, что происходило. Вот зачем сейчас это все дело спорить и брать чью-либо сторону. Давайте воздержимся. От этого просто признаем тот факт, что сегодняшнее заседание учредительное было омрачено вот таким вот неприятным моментом. Мне кажется, что это будет правильно. А, господин Мишин? В принципе, да. Потому что, вы знаете, что между ними произошло и какой конфликт у них был, никто из нас не знает. Никто пока не знает. Поэтому мы только будем выводить теории. Но с чем я соглашусь, неважно, депутат, это не депутат, человек. Бить не надо. Словами иногда можно ударить намного жестче и больнее. Поэтому на уровне диалога мы должны, вообще наше общество должно научиться. Диалог. Диалог — это самое простое и главное. И вот если мы в нашем обществе, я понимаю, что это тяжело из-за социальной жизни, но если мы научимся говорить, поверьте, мы продвинемся на один шаг вперед. Мы можем продвинуться серьезно на один шаг вперед уже на следующей неделе. По крайней мере, так считают демократы. Я вот сейчас прям возьму на себя труд и зачитаю это заявление, а вы, пожалуйста, уж его прокомментируйте. Демпартия заявила, что надеется на большинство уже на следующей неделе. Вот понимаете, они не сказали ведь как раньше, да, мы будем продолжать переговоры, сделаем все от нас, зависящее, для того, чтобы мы как можно быстрее сформировали большинство, потому что в стране такая святость. Я текст все знаю, мы выучили за эти годы формирования, он у них не меняется. Сказали прям четко в следующей неделе, что такого знают демократы, что они оперируют сроком в неделю. А кто это сказал? Ну вы глава фракции, господин Филипп. Я смотрел внимательно интервью господин Филиппа в парламенте и он не давал жестких таких оценок. Нет, он так сказал, что вот я именно так, как я прочла. насколько я понял, демократы рассматривают все версии, они и социалистами, и с Акумовцами готовы говорить на тему создания большинства. А Акумовцы, мы знаем, что два раза к ним обращались и они ответили отказом. Мы не отказали им два раза, не хочу, сказали они, а далее мы посмотрим, как они приедут из Брюсселя. А, окей, это ваша версия. Мы посмотрим, интересно все равно. Общественная информация такая, что следующий вход за разговором между демократами и социалистами, я не знаю, как закончатся эти разговоры или переговоры или обсуждения, можно по-разному их назвать, но они состоятся, мы понимаем, обязательно. Ну вот что состоится, я знаю точно, я не знаю, будут ли эти переговоры, не стану ничего говорить, но что состоится точно, это то, что начнутся консультации, которые инициировал президент. Господин Мишин, попрошу вас сейчас прокомментировать заявление господина президента о том, что он намерен приглашать к себе в резиденцию лидеров уже фракций и начинать с ними по поводу формирования коалиции и переговоры. Вы ошибаетесь, господин Микоэш. Он так четко не сказал. Он не сказал, но это фракции с фонероба на всех. Давайте послушаем президентского советника. Он сказал, что действительно он будет приглашать все фракции к себе и с ними всеми говорить. Давайте мы с вами вспомним предысторию, почему он это делает. Во-первых, он не участвовал в избирательной кампании, он не участвовал в этих выборах. Он был над схваткой. Сегодня он глава государства. Нравится это кому-то, не нравится. По этикету, когда заходит глава государства, вообще все депутаты, и не только депутаты, должны вставать. Это этикеты во всем мире. Он всенародно избранный президент. И парламент у нас всенародно избранный. И действительно, господин президент объявил о том, что он в ближайшем будущем инициирует переговоры со всеми парламентскими фракциями, которые сегодня находятся в парламенте, для того, чтобы понять. То есть, он не будет никого сводить, он не будет никого уговаривать, дружите вы с этим, с этим. Он хочет, как глава государства, понять, есть шансы реальные на какое-то парламентское большинство, чтобы оно объединилось, чтобы оно было, и возможно ли, чтобы это парламентское большинство работало в долгосрочный период и сформировало рабочую повестку дня и правительство Республики Молдова. Причем, он как президент хочет, чтобы все ветви власти между собой сотрудничали одинаково. И это правильная позиция, потому что нам страну нужно поднимать с колен. Вот он проведет консультации со всеми фракциями, и он, как глава государства, на это имеет полное право, а перед народом он обязан это сделать. И вот в зависимости от того, насколько наши фракции, которые сегодня в парламенте, готовы объединиться и поднимать страну, он и будет делать выводы. Имеет смысл дальше, чтобы этот парламент работал? Либо надо идти на какие-то досрочные выборы. Дело парламента делать и курицы, а не президента, во-первых, я скажу так. Ну да. Подождите, стоп. Я сказал, что он проведет консультации и в зависимости от консультации поймет, будет создана... Я не говорю, я же вначале начал... Мне кажется, все более предметно, господин Михаеш, он должен понять, будет ли ему предложена кандидатура на пост премьера или этой кандидатуры не будет и он должен прийти в парламент. Я так понимаю. Вы неправильно немножко понимаете. Он должен понять, будет ли сформировано руководство парламента и после этого предложена кандидатура премьера. Я понимаю, что президент идет по другому пути, чем конституционный. Конституционный путь предусматривает, что президент после формирования всех фракций консультируется с фракциями и объявляет кандидатуру премьер-министра. Так говорит конституция, так говорит. Президент хочет пойти по другому пути. Он хочет до создания фракции, потому что не все фракции созданы. Он хочет сделать предварительные консультации, насколько я понимаю. Нет, он не будет разговаривать ни о каком премьер-министре вообще. Нет, консультации, вы сказали. Он не консультации. А что он будет с ними делать? Бесед. Вы понимаете? На какую тему? Как? На какую тему? Фракции не сформированы все. Подождите. На какую тему? Вот, господин Михаеш, вы сейчас начинаете говорить так же, как окумовцы. Не-не-не, что вы где-то на передаче с ними были. Но не все же фракции сформированы. Подождите, господин Михаеш, я могу в этом случае пригласить блок ОКУ. Они туда прошли блоком. И они сегодня сидят в парламенте. Но это же не фракция. Секунду. Они там? А как сейчас это фракция? Подождите, я приглашаю игроков парламента. Окей. Блок ОКУ в данном случае. Я могу пригласить их себе и сказать, ребята, как вы видите развитие дальнейшей страны? И как вы видите, что будет происходить в парламенте? Хорошо. Вопрос. Это создадут две фракции из блок ОКУ. Да хоть десять. Мне кажется, придется сейчас по очереди. Друзья, мне кажется, господин президент очень терпеливый человек. за эти десять дней, что у них есть. Мне кажется, он как раз успеет со всеми по очереди. И к тому моменту уже будет понятно просто. Чтобы не вводили в заблуждение. И не говорили, что господин президент приглашает не конституционно или нарушает конституцию и консультируется с фракциями. Я имею в виду другое. Да, с людьми, конечно. Фракция имеет право не прийти на эти консультации. Пусть не приходит. Потому что они не конституционные. Понимаете? Во-первых, они конституционные. Потому что он всенародно избранный президент. Это раз. Второе. Он имеет право. Имеет право. Секунду. Я попросил Конституцию, что там написано в Конституции. Там написано, что после формирования фракции... В вам о правительстве не будет ни с кем говорить. Я могу любую партию, любого, еще даже не сформировать партию. Какой это смысл в этой дискуссии? Чтобы понять вообще, эта партия чем дышит. Чтобы понять, этот блок Акум будет работать или не будет. Вы меня убедили. Посмотрим, если партии согласятся с этими домыслами. Вы меня убедили. А вот если партии не согласны к этому, тогда, извините, этот парламент работать не будет делать. Просто я хотел понять, в чем смысл. Сейчас я понял. В смысле? Хорошо. Спасибо. Спасибо. Уже господин Михаеш сказал, что понял. Хорошо. Хорошо, чтобы люди поняли не то, что вводили в заблуждение. Хорошо. У нас времени уже нет, но все-таки... Да, мне вот уже показывали. Но я не могу не попросить вас очень коротко объяснить еще нашим телезрителям. Вот мы говорим, что с этого заседания у нас запущен таймер. Да? Есть уже. Мы входим во временные какие-то... Три месяца. Вот. Три месяца, если депутаты... Сегодняшний вопрос. Три месяца для Роспуска парламента играют роль по решению Конституционного суда. Вот объясните, пожалуйста, почему... Почему по решению Конституционного суда? Я поставил у себя на страничке решение Конституционного суда 2015 года. Нет, там если парламент не работоспособен в течение... Да, 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 да. Давайте будем опинировать нормативные акты. Давайте кратко. Я знаю, чтобы вы критически относитесь к Конституционному суда. Если в течение трех месяцев парламент не принял ни одного нормативного акта, Президент имеет право распуска данного права. Это первый случай. Прописано в Конституции. И второй случай. И второй случай. Если в течение 45 дней два раза. В течение трех месяцев опять же. Нет, уважаемый господин Каеш. 45 дней. Но не прописано две попытки, господин Мишин. Там просто 45 дней. И два раза. То есть кандидатуру можно предложить два раза. Вот я быстро тогда расскажу, как происходит процедура. После того, как первый раз предлагает господин Президент кандидатуру. Пример министра. После того, как с фракциями проконсультируется. У него, у этой кандидатуры есть 15 дней. Он формирует состав правительства и программу деятельности. Если парламент не выражает вотум доверия. У Президента есть еще 15 дней. Для того, чтобы предложить вторую кандидатуру. И у той кандидатуры есть еще 15 дней, чтобы предложить. А если раньше, чем 15 дней? Это неважно сейчас. Все равно две попытки. В течение 45 дней два раза. Если два раза парламент не выражает вотум доверия. Посмотрю, потому что у нас некоторые правительства были в третьей попытке. Ну посмотрим. Хорошо, все. Я бы еще с удовольствием продолжала бы. Но я думаю, что у нас не будет досрочных выборов. Но это, ваше зрение, все-таки у нас будет. Не знаю, какое подчастие у нас будет. Поживем, увидим. Поживем. Очень хорошее завершение нашей программы. Я предлагаю на этой ноте нам подвести итоги. Господин Мишин, 674. Ну почему мы? Телезрители Господин Мишин, видите, вот это и есть своеобразная оценка. Но вы же каждый раз говорите, что вы не расстраиваетесь. Ну я считаю, что кто-то не дает мне. Ну ладно. Да. Я благодарю вас за то, что вы пришли. И я надеюсь, что будет еще повод не раз с вами встречаться и обсуждать важнейшие темы. Спасибо. Спасибо. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»